Подруги, привет! Скажи, подружки, привет! Да, у тебя тут что, яблоки? Короче, подружки, у нас сегодня субботнее утро. Всем вам доброй субботы. Ну и сегодня такой будет у нас, так сказать, легкий начали выпуск. Буду рассказывать и показывать вам, какие у нас развивашки в 2 года и 3 месяца. Или даже 4 месяца. Короче, 2 года с хвостиком. Чем мы занимаемся, как мы с ребенком тут развиваемся. И, в общем, какие развивашки нам на данный период времени заходят лучше всего. Ну, здесь он уже играет со своими машинками. Первым делом, наверное, покажу вам, как выглядят вообще наши полки, наша комната. И наши игрушки, и все, что мы делаем. Значит, здесь у нас полки, к которым он имеет свободный доступ. И он может все свои игрушки, все свои развивашки достать. Взять то, что он хочет, показать мне, что он хочет. Ну и, в общем, и играть. Что точно могу сказать вам, и к чему я пришла. А вот, наконец-то, к 2 с лишним годам своего ребенка. Что развивать ребенка можно бесконечно. Вот просто все эти развивашки. Скупать, покупать, искать и без конца думать, что вот новая развивашка, она уж наверняка займет моего ребенка. И точно уж она будет вот той, которая прям в нем пробудет все таланты, все возможности и прочее. А по итогу чаще всего получается так, что ты покупаешь ту или иную игрушку или развивашку или вещь. Чаще эти развивашки не заходят. И поэтому как-то вот вечно ты в каком-то адском поиске. Уже не говоря о том, что ты вечно вот смотришь такие обзоры, как мои, Инстаграм. Что мамочки пользуют для своих детей, как они выбирают эти развивашки. И без конца вот это все скупается, и дом превращается просто в склад вот этого детского барахлишка. Поэтому у нас здесь этих вещей не так-то много, но они вот прям такие, которые действительно зашли. Вы знаете, что мы сейчас в Риге находимся, из Санкт-Петербурга мы приехали. Я действительно с собой взяла очень мало всего. И также здесь покупаю очень-очень избирательно и очень аккуратно для того, чтобы не захламить наше пространство. И чтобы действительно эти развивашки были с пользой. Плюс ко всему, сейчас в пандемию я понимаю, что в последний месяц моей беременности нам как-то не сильно-то, наверное, рекомендуется посещать всякие разные там, я не знаю, занятия, Монте-Сори, развивашки, спорт и так далее. Ну, во-первых, потому что, если что касается спорта, я просто за ним не угонюсь и не смогу ему помогать. Что касается развивашек, ну, как бы в последний месяц беременности все-таки, наверное, нужно быть немного более ответственной и не соприкасаться лишний раз с людьми, с группами детей и так далее, и так далее. Поэтому, собственно, развиваемся мы дома и максимально занимаемся здесь. Ну, первое, что вы уже видите, чем ребенок тут занимается, это наши залипайки. Вот это я точно могу сказать, что из всех, наверное, развивашек она самая-самая удачная и зашла нам, ну, вот прям на все 100%, и не зря она называется залипайка. Вот здесь такие вот папки, так, это, наверное, не та папка здесь написана. Вот здесь есть вот такая вот папка, и в этих папках есть вот такие вот игры, игры на липучках. Я уже их показывала, но кто не видел, расскажу еще раз быстренько. И, собственно, на разные темы. И каждую вот эту папку я могу собрать сама. То есть я захожу на сайт или Инстаграм залипайки, и, в общем, там по темам, по интересам ребенка, что ему больше нравится по его возрасту, выбираю те игры, которые, ну, в общем, как мне кажется, ребенку подойдут больше всего. Ну, и здесь я выбрала, конечно, его самые любимые темы – это транспорт. Это всякие разные строительные транспорты и так далее, и животные. Ну, и вот здесь есть разные уровни сложности. То есть ты можешь просто их снимать, и ребенок потом их клеит обратно на правильное место. Потом есть такая история, что, например, животные, кто живет в море, на суше, в воздухе, он тоже должен как бы выбрать. То же самое с транспортом – дорога, вода, воздух, ну и так далее. Здесь также есть, вот, например, окошки. Разные формы он может подбирать, жуки, морские обитатели, кто живет на полюсах, ну и так далее. А-ля, что мы можем увидеть в небе. Ну, и вот здесь вот, например, тоже есть вот такие вот картинки, где ребенок может составлять их относительно цвету и вот снимать. Дальше там овощи, фрукты. Мы занимаемся вот практически ежедневно, потому что я собрала здесь две папки. Игр здесь дофига, их очень много. И в целом ребенку очень нравится. Опять же, я смотрю по настроению конкретный день, чем он хочет больше заниматься – либо это цифры, либо это буковки, либо это какие-то вот, ну вот, как сейчас, цвета. Ну и, следовательно, тогда мы и этим делом занимаемся. Мамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамам К. Х. 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 Ага. Так. З. З. Хе-хе-хе. 8. Где 8? Правильно. 9. Нет, это 10. Правильно. 10. Да. 4. 4. 5. Где 5? Ну? Где 5? 5. 1. 1. Давай. 1. Хе-хе. 7. Где 7? Где 7? 7. Ноль. Правильно. Е-ей. Хай-фай. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И так как сейчас по большей части мы конечно же концентрируемся на том, чтобы ребенок заговорил, то в основном у нас как бы все развивашки на эту тему. Умница Skylark это английский язык. Вот это вот наш самый любимый комплект для английского. Да и в принципе все комплекты Умницы они очень-очень крутые. Здесь еще у нас есть попроще история, которую мне конечно же было также проще привести. И плюс ко всему она очень классная. Вот здесь вот такая коробочка, которую я заказала в инстаграме. Называется Kids Speak. И вот здесь комплект большой карточек. У них там были какие-то скидки, какие-то предложения. Я заказала огромный-огромный комплект вот этих карточек. Вот посмотрите сколько их. Во-первых они хорошего размера. Они ламинированные. Ну и особенно для тех малышей, которые любят поедать карточки. Это прям самая классная штука. Потому что они вот неубиваемые. И тут, да, что тут? Панда. Да, панда-котенок. И здесь история какая. Очень большое количество всяких разных карточек. Начиная от животных. Что здорово, что здесь картинки животных, прям фотографии. Ну то есть правдоподобные. На другой стороне для мамы есть там либо стишок, либо потешка. Либо вот какие-то вот такие вот вспомогалки, которые помогают обучать ребенка разговаривать. Да, это слон. Ну вот, например, здесь звуки бу-бу-бу. Мы построили избу. Да? Смотри, котенок. И, например, если ты показываешь ребенку ай-яй-яй, то с другой стороны у тебя есть шпаргалка. Ты говоришь ай-яй-яй, говорящий попугай. Да? Говорящий попугай. Ну и здесь очень много всяких разных. Тут еда. Короче, по темам они разделены и можно с ребенком заниматься. И вот как раз таки эти карточки вместе с залипайкой, буквами и комплектами умницы, они помогли нам сдвинуться с мертвой точки. Когда ребенок уже начинает буквы и какие-то звуки произносить. И я чувствую, что, ну действительно, он или печет больше намного и как-то... Ну, в общем, мы на подходе к тому, чтобы уже вот-вот заговорить. Потом еще одна наша любовь — это рисовалка. Ребенок обожает рисовать. Причем вот эта рисовалка прям правильная. Почему? Потому что вот этот магнитный карандаш, во-первых, он не пачкает все вокруг, потому что он магнитный. И, во-вторых, он на веревке. И ребенок его не растеряет, не потеряет. Ее я покупала, мне кажется, в прошлом году перед нашими всеми поездками. И это вот прям зашло очень круто, и по сей день он рисует. Потом, если говорить еще про планшеты. Вот у нас есть еще два планшета. Один из них в прошлом выпуске я показывала. Мы только-только его купили. Это планшетик Fisher Price. На него я вот действительно смотрю уже два года. Не покупала просто из-за дорогой цены. Потому что, ну, всякие прочие другие, вот, например, как эти, они значительно дешевле. Но в то же самое время вот такие вот телефончики Рэму не особо-то заходят. Они просто-напросто не интересны. Ну, наверное, не зря, Fisher Price, он дороже. Здесь есть три разных уровня сложности. Есть всякие разные, сейчас его включу. Значит... Буквы. Э. Э. Экскаватор. Э. Ну, и на третьем он еще, по-моему, звуки издает вниз. Есть. Его уровень третий. Играем вместе. Хар-кар. 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 Три. 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 В общем, этот конкретный на русском языке я решила не брать на английском, взяла на русском просто потому, что, как я уже сказала, сейчас в Риге у него очень мало общений на русском, поэтому лучше, чтобы развивашка хоть какая-то была еще дополнительная на русском языке. Ну и в целом этот планшет он взошел. Ребенок действительно им играет. Потом из таких вот прям супер-классных штук, которые мы вот сейчас очень любим – это пазлики. И это пазлы для малышей. Я как-то показывала вам то ли в Инстаграме, то ли здесь. И очень многие мамочки мне потом в директ писали, что ой, а что это такие за пазлы для малышей, таких никогда не видели. Короче, это первые пазлы для самых-самых маленьких. Это означает, что эти пазлики будут либо из двух кусочков, либо из четырех кусочков. Ну, три, пять и так далее. И эти пазлы можно, как правило, приобрести в любом детском магазине. Типа там Детский мир, Ватоне, тот же самый Азон, в книжных магазинах. Я, например, в Ринге в основном в книжных магазинах это все покупаю. И мне кажется, что мамочки совсем маленьких малышей, они их не замечают просто потому, что они в разделе пазлов. И как-то автоматически кажется, ну, мой ребенок слишком маленький еще для пазлов, поэтому, ну, как бы, чего уж там их смотреть. И вот у нас, например, вот такие вот пазлы. Здесь у меня щенячий патруль. Очень клевый. Вот у них вот такие вот прям огромные-огромные кусочки. И мы с Рэмом тоже частенько их собираем с большим-большим удовольствием. Мало того, что он, естественно, этих героев уже знает. И ему, конечно же, интересно их еще и составлять. Ну, вот, например, здесь у нас Скай. Вот у нее три кусочка. Вот. Да? Смотри, это Скай. Потом у нас Маршал. Маршал, тут, по-моему, побольше кусочков. У него четыре. Вот так. И они, естественно, вот такой плотный-плотный картон. И ребенок, ну, как бы, с наибольшей вероятностью эти пазлы не уничтожит в первый же день игры с этими пазликами. Так. Ну, давай-ка, сложим с тобой. Такс. Так, потом. Чейз. Так, Рэм, смотри. Маршал, where's Skye? Skye. Yes, and Chase. Ей. Так, у нас еще остался Крепыш. Мы, опять же, что касается мультиков, мы в основном смотрим их на английском. И поэтому ребенок их имена все знает на английском языке. Так. Я тут пытаюсь одну руку составить. И мама, очевидно, сама не особо-то развита. Так, у нас один кусочек куда-то пропал. А, вот он у тебя в руках. Так. А это кто? Крепыш. Как его по-английски-то? Рабл, по-моему, его звали. Ну, вот. Потом у нас из бэби-пазликов еще есть вот такой. Здесь лесные звери. И что-то там еще. Сейчас открою, покажу. Так. Ну, вот здесь вот такие вот, по-моему, там 4 или 5 рамочек, в которые можно составлять, собственно, вот этих зверюшек. Последняя, которую я нашла и ему выбрала, вот такой вот. 4 в 1. Значит, что у нас здесь есть? Здесь 4 пазлика, которые можно собрать. Потом здесь есть башенка, которую можно собирать. Карточки для памяти. То есть одинаковых животных мы переворачиваем. Но это уже посложнее наверняка. И на логику. То есть мы добавляем ребеночка к мамочке. 16 таких кусочков. Ну, и вот так вот она выглядит. Мы с тобой еще не открывали. Вот. Вот. Давай. Клади кусочек башни. Так. Сейчас мама поставит. Опа. Так. Так. Давай. Так. Так. Вот так вот. Клади карточку. На. Карточку. Опа. Теперь кусочек башни. Оп. Ну-ка, аккуратно, чтобы не упало. Вот посередине. Так. Еще кусочек башни. Посередине. Вот так вот. Давай. Так. Еще нужно карточку нам. Давай я тебе дам вот эту. А. Вот кусок башни. Давай. Давай. Ну, давай сюда. Клади, 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 клади. Клади. Так. Так. И еще. Опа. Ну, в общем, такая вот незаурядная башня у нас вышла. Но, ладно. Смотри, какой красивый пазлик. Здесь домик. Кто в домике живет? Кто это? Кто это? Мы. Это корова. А это теленок. А это кто? Бззз. Это пчелки. Потом огромная страсть ребенка у нас сейчас динозавры. И динозавры в любом виде просто скупаются со всех полок магазина. Всякие разные. Здесь у нас есть вот такой вот комплект из магазина типа фикс прайс. Здесь вот динозаврики. И также у нас есть очень много книжек всяких разных с динозаврами. И он прям их обожает. И в том числе и мультики. Он тоже смотрит с удовольствием про динозавров. У нас есть танец динозавров. Короче, он прям их обожает. И, конечно же, у нас есть книги про динозавров вообще. Что касается книг. Вот это та вещь, которую мы... Давай, 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 мама тоже будет играть с динозавров. Короче, книги это та вещь, которую я вот прям скупаю. Если все остальные развивашки я уже не покупаю в большом количестве, то книги – да. Потому что, во-первых, чтение с ребенком – это очень круто развивает язык. И в целом ребенка приучает к любви книгам. Это очень крутое времяпрепровождение с родителем, прямой контакт. Читать можно в любое время суток и перед сном, и днем, и когда угодно. И в целом, ну, вот это такое занятие, которое всегда будет полезно. И всегда для ребенка будет вот прям на пользу, на пользу. И у нас вот такая вот классная книжка, опять же, про динозавров. Это маленький Гарри, который нашел ведро с динозаврами на чердаке бабушки своей. И вот он с ними тут возится. Вот такая вот книжка. Она такая тоже, текста здесь немного. И поэтому концентрироваться двухлетний ребенок спокойно может. Ну, и даже если он не концентрируется, например, на тексте, он не хочет слушать, то мы просто листаем эту книжку и обсуждаем с ним, что на этих страничках можно увидеть. Ну, и здесь покажу тогда некоторые наши книги, которые мы вот активно читаем. Тоже здесь вот такая вот, опять же, про динозавров. Про то, как динозавр сит пугал своих друзей своим рыком. И рык потом потерял. Ну, вот видите, текста здесь тоже не так-то много. Для ребенка прям идеально. Свинья Пеппа сдалась я. Купила книгу про свинью Пеппу. Самый идиотский мультик, мне кажется, на свете. Но иногда ребенку заходит. И здесь что-то они там каких-то ночных тоже зверюшек рассматривали. Здесь очень прикольная книжка. Истории для мальчиков. Ну, вот какие-то тут истории вот прям, наверное, ну да, очевидно. Больше заходят мальчикам. Тут есть про футбол, про ракету, опять же, про динозаврика. Ну, и прочих зверюшек и всяких разных чувачков, которые тут всяко-разно делают. Тут есть и про пиратов на корабле. Потом спортивные какие-то вот тут игры. Ну, это какая-то книжка злая прям. Мне кажется, все тут какие-то монстры. И все что-то тут удивляются и пугаются. И как-то вот друг с дружкой не очень-то хорошо себя ведут. Ну, не знаю. Короче, пару раз читали, вроде нормально. Цифры. Мы также сейчас активно изучаем цифры. И вот всякого рода разные книги, обучающие цифрам. Ну, это вот любые можно покупать, мне кажется. Они вот все классные. Потом на Амазоне я заказала истории перед сном. Ну, эти истории, они еще немного, наверное, нам рановато. Потому что, видите, текста здесь намного больше. И тут прям сказочки. Ну, такие вот, которые... Пятиминутки, по-моему. Хотя вот по объему текста чуть дольше кажется. Но в целом это что-то типа Пятиминуток. Но очень красивая. Классная книга. Вот здесь вот серебряная. Такая вот кантовка. Ну, в общем, очень красивая. Но ничего, в следующем году будем читать. Из стареньких наших вот эти звуки все. Да, когда ты нажимаешь. А сборновские книги со звуками. Они в Лабиринте продаются. И в Инстаграме тоже есть книжные магазины. Типа Book Corner или Little Goose. На которых их можно купить. Также здесь изучаем сезоны. Вот эти книжки, которые вот такие вот открывашки. И ребенок может всякое разное тут изучать. Конечно же, здесь нужно аккуратно. Потому что, вот видите, энтузиазма у нас много. И мы иногда их отрываем. Ну, в целом, в общем, очень интересные книжки, чтобы изучать вот в этом случае времена года. Тут зима, лето, осень и, соответственно, весна. Так, вот здесь вот такая книжка у нас с животными. Тут лев, например, открывает рот. И всякие разные животные. Можно ребенку показывать, его знакомить. Здесь еще одна книжка, иллюстрированная с разными историями про животных. Но здесь тоже текстов немного, поэтому вот это как раз такие классические сказки, которые ребенку можно почитать перед сном. И его огромная любовь. Видите, на самом деле, вот книжки. Вот все время, пока я вам рассказываю, уже три минуты, ребенок там их листает, и ему дико-дико нравится. Транспорт, я уже сказала, что он дико любит. Вот такая вот книжка. Транспорт и как этот транспорт продвигается. Тут всякие задачки. Тут тоже можно искать животных. То есть они запрятаны здесь в этих машинках. И в виде транспорта разным. Короче, тут можно всякие задания ребенку давать. И рассматривать вот эту всю красоту. Ему прям вообще каждый день листают эти две книги. И вторая – это строительные всякие штуковины, бульдозеры. И тут что у нас еще? Тракторы. Короче, бетонные мешалки. Краны. Краны или краны, как правильно. Ну вот такая вот книженца. Так. Ну да, Игарри с динозаврами. Ну в общем, вот книжки я вот прям покупаю. Это вот наша любовь. Мы очень-очень любим. Из тех вещей, которые нам не заходят. Их здесь практически нет. Ну вот одна из них, например, вот эта Фишер Прайс. Этот завец, Битбо, который называется. На самом деле этот Битбо, он какой-то у нас непонятный. У него все время какие-то контакты там отходят. Ты его можешь трясти, не трясти. А он что-то отказывается работать. И в целом, ну как бы, ребенок пару раз с ним поиграл. И что-то как-то, не знаю, может постарше. Когда он будет, наверное, все-таки нужно, чтобы ребенок был постарше. Там 3-4 года, когда он уже сможет там ему отвечать, с ним взаимодействовать. Он как-то зайдет. Пока. Зря я его купила в прошлом году. Ну и ладно. Стоит и стоит. Короче, бесполезная игрушка, которую еще и починить нужно, чтобы она хоть как-то работала. Потом, что еще у нас здесь. Ну, время от времени. Так, не очень активно он подходит вот к таким штукам. Это тоже я купила в прошлом году. Такой типа безибордик. И вот эти наши пазлики. Я думаю, что просто ему стало уже неинтересно вот такого рода пазлы. Хотя они очень классные. Да, то есть, если они разные. Есть такие, когда просто формочка и цвет. То есть, ребенок должен понять. Есть такие, где нарисовано на фоне. И тогда ребенку легче понять. Потом, похоже, у нас тут сафари животные. Значит, такие дешевые, простые, деревянные пазлики. По формам просто ребенок должен их распознавать. Ну и вот такая вот у нас тоже штука. Это еще у нас от нашего ходунка, которую мы купили, когда только Рэм учился ходить. Там вот такой вот пианинка. Ну, этот он тоже любит. Тоже время от времени играет. И в целом, ну, как бы... Ну, вот. Есть он у нас здесь. И как-то он вот прям нажимает тут на этих животных. Ему нравится. Все, что музыкальное. Так, потом что еще? А, здесь у меня... Здесь еще у меня вот с прошлого года тоже. Такие пазлики эти он уже разбросал. Не знаю, где, куда подевались еще двое животных. Ну, где-то они под диваном. И вот, помните, я покупала вот такую вот штуковину. То есть здесь доска рисовальная. Тут был черный фломастер и магнитные вот такие вот штуки. Это не зашло вообще по сей день. Во-первых, этот фломастер мы потеряли в первый же день. Потом, естественно, ни одна детская не обходится сейчас без этих попитов. Или как они называются. В общем, у нас они дома тоже есть. Но особого энтузиазма он к ним не проявляет. Ну, как-то так. Иногда только. Поэтому он в основном просто лежит на полочке. И как бы вот просто красиво лежит. А из тех, что он еще очень любит, это, конечно же, всякого разного рода грузовики, машинки. Еще, что нам пока совсем не заходит, это железные дороги и разные трассы. У меня их несколько штук в доме есть. Я удачно их убрала все в шкаф. И вот эта трасса с поездом, которую я купила в Икее, такая классическая, которая, мне кажется, в каждом доме есть. Нам она вообще ни туда, ни сюда. Поэтому она пока лежит в коробке. Я думаю, что ею мы воспользуемся максимум, может быть, когда Арс приедет, с ребенком поиграет, потому что ему с папой будет интереснее. Ну, или максимум в следующем году. Но пока вот эти штуки нам не заходят. Ну, еще, наверное, не знаю, к развивашкам можно ли отнести. Что можно упомянуть, это, конечно же, мультики. Мультики, которые мы смотрим. Мы смотрим Little Angel. Сейчас он его очень любит. А потом мы смотрим Coco Melon. Dave and Ava. Это наша неизменная любовь. Из русских еще мы смотрим Тима Тома. Ну, на русском, конечно же, Щенячий патруль. Малышарики, Смешарики. Кто у нас там еще? Ну, в общем, это все стандартные мультики, которые, мне кажется, все детки и все мамы, которые ставят деткам мультики, их смотрят. То есть их полный YouTube. И там особо, ну, как бы усилия не надо прилагать, чтобы эти мультики найти. И, конечно же, частью наших развивавших является рисование, которое у нас полным ходом ежедневно происходит в доме. Часто это обсуждаем в Инстаграме с подругами и, ну, с подругами в жизни на предмет того, какие интерконгализаторы я жеру и какого фига я позволяю ребенку вот так вот делать. Чтобы вы понимали, посадила его рисовать две минуты назад, и он тут обновил свои, в общем-то, вот эти вот татуировки. Вот одна на животе, которая у него была, там у него был смайлик дня три назад на руке. И добавилась еще у нас одна вот такая вот прекрасная аппликация на лице. И вот он продолжает рисовать, уже не говоря о том, что стульчик для кормления у нас тоже вот стал таким симпатичным. Сижу, смотрю на него и думаю, а почему нет? То есть, как это меняет нашу жизнь и как это мешает, собственно, нам жить, если ребенок вот так вот сидит и спокойненько себе рисует без вот этих моих очередных ну-ну-ну. Нет-нет-нет, так нельзя, вот только на бумажке и вот за границу не выходи. И, ну, в общем, я вот как-то не понимаю, зачем это нужно, поэтому, ну, и так нелюбимый наш стул для кормления Икеи, он, ну, как бы вот отрывается и, по крайней мере, как минимум, становится немного более красивым. Был также у меня абсолютно серьезный диалог с моей матерью, которая на выходных за обедом Рэма, которая сидела в этом стульчике, меня спросила, а ты пробовала отмыть этот стул? Я говорю, да нет. Она говорит, давай, ну, тебе же тяжело, наверное, давай я его отмою. Я ей говорю, зачем? Она говорит, а как зачем? Она говорит, ну, он же испачкан. Я говорю, ну и что? Она говорит, ну, тебе так нравится? Я говорю, да. Она на меня посмотрела и сказала, а, ну, окей, тогда вопросов нет. Ну, короче, я любезно отказалась принимать ее помощь и драйвить этот стул, потому что, ну, а как бы почему-то и нет, это вот прям искусство ведь, ребенка, правильно? Мы же карточки там какие-то сохраняем, наверное. Чего? Ну, ты испачкал его, ничего не могу поделать. Вот. Вот. И вот так вот сделай на чистой поверхности, чтобы убрать вот эту чернюшку. И тогда он снова станет желтым. А в целом ты можешь колпачок одеть, и будет тебе все хорошо. Ну, вот. Я к тому, что сохраняем, ведь мы там открытки детей, которые там, их рисунки садиков. Ну, вот, сохраню стул на даче. И будет у нас вот такое вот прям кастом-мейт. Короче, что касается еще развивашек, можно, наверное, отнести еще и песочницу, то есть игру с песком. В том числе можно пластилин, какой-то кинетический песок и так далее. Это все тоже очень здорово. Но пока, кстати, в Риге у нас пластилина нет. Пластилин есть у нас в Санкт-Петербурге. Подумаю, может быть, и пластилин ему организую. Но пока, в общем, мы рисуем. Вот так вот. И по мне так это очень даже окей. У меня подруга говорит, они хоть на водяной базе. Я говорю, да фиг его знает. Вроде да. А может и нет. Но мне это не мешает. Ну, какая разница? Ну, то есть он изрисовал себе живот, лицо, руки. Ну, попробую отмыть. Если не отмоется сегодня, отмоется завтра. Если не завтра, послезавтра. Ну и окей. Он же не страдает, и я как бы тоже не против. Я вот сижу себе и думаю, ну и ладно. Может, это беременность? Хотя в целом, ну, мне всегда так было. Рисуй ребенок. Пожалуйста. Подожди. Сначала одевай красный... Ой-ой-ой. Колпачок. Давай. Мама уронила. Давай, одевай. На фломастер. Нет. Вот так вот. Давайте, мама. Вот сейчас тебе мама будет объяснять, как жить надо. Так. Трынкс. И кладем в упаковку. Далее. Розовый нормально. Можешь класть. Потом. Фиолетовый, смотри. Вот. На фиолетовый колпачок. Одевай. Давай. Молочага. Сюда. Клади. Давай, мама поможет. Так уж и быть. Черный. Колпачок черный где? Черный. Вот этот вот. Закрывай. Молочага. Еще раз. Ну, слушай. Вот что-то как-то мать тебя хвалит заранее. Ну, не надо мои пальцы. Мои пальцы точно не надо. Вот. Я не хочу. Татуировок у меня хватает. Так, зеленый. Темно-зеленый давай. Ну, в общем, короче, так мы тут будем сейчас три часа. Ну, вы поняли суть. Ну, и если что, как бы я из дома не прочь с таким ребенком выйти. Ну, вот вообще. Сколько радости доставляет окружающим такой ребенок. Особенно на площадках, когда мамочки, бабушки и все, кому не лень, подходят к ребенку и говорят. О, боже, художник, бумажки ли не хватило? Я говорю, не хватило? Прям не хватило. И все умиляются, какой классный ребенок, какой молодец, и как он разрисовался. И творческий какой. Ну, короче, всем нравится. Поэтому, знаете, сколько радости, да, в жизни? Скажи. Радости-то. Все, закончил. Короче, мы закончили рисовать. Будем радовать окружающих теперь на улице. Ну, и в общем, все, подружки. Вот это все наши развивашки. Мы тут устроили себе атомную войну. Ну, и после записи этого видеоролика, конечно же, займемся уборкой комнаты для того, чтобы все разложить по местам. Ну, и параллельно еще, конечно, почитаем, позанимаемся. На сегодня это все, что могу вам показать и рассказать для всех тех, кто интересовался нашими развивашками. Что-то я покупаю в Риге, что-то я покупаю в Санкт-Петербурге, что-то на Амазоне. Короче, очень много магазинов, поэтому в целом, наверное, здесь нужно концентрироваться на том, что, ну, на сам принцип игрушки, развивашки, книжки и так далее. И уже по детским магазинам, ну, как бы смотреть, потому что, действительно, их очень много, они, правда, везде продаются. Так что, если у меня не получится добавить эти ссылки, не злитесь на меня, просто, ну, как бы, запомните о том, что есть вот принцип этих игрушек. Там вот пазлы для малышей, карточки, рисовалки, книги, транспорт, ну, и прочее. Все, что мы сегодня вам показывали. Да? Ладно, котенок, давай, скажи подружке, пока, скажи пока. На сегодня с вами прощаемся, желаем добрых выходных, отличной субботы и увидимся уже с вами, когда? В понедельник. Все, пока, подруги.